друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами продолжаем печь блины и блинчики у нас будут необычные а зеленые нам понадобится шпинат свежий или замороженный примерно 75 грамм 1 яйцо 300 миллилитров молока примерно 90 грамм муки примерно 1 полторы столовых ложки растительного масла щепотка соли 1 столовая ложка сахара но здесь по вкусу и расскажу чуть позже и 1 чайная ложка разрыхлителя вы можете вообще сюда сахар не класть если например вы готовите такие зеленые блинчики закусочные например вы будете в них заворачивать не сладкую начинку там сливочный сыр рыбку или еще что-то сахар можно вообще не класть у меня такие они средние поэтому одну столовую ложку я позже и так что мы делаем первым делом мы берем шпинат у меня замороженный его нужно разморозить и пробить блендером до состояния пюре не шпинат разморозил микроволновки оказалось что он у меня уже состояние пюре поэтому дополнительно прибывать бандом его не буду если вы используете свежий шпинат его просто нужно мелко нарезать или измельчить блендере и теперь мы просто добавляем сюда все остальные ингредиенты сначала сухие затем яйцо и затем жидкие яйцо и затем сметаю а и вы 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 молоко наливаем частями я сначала добавил вообще 100 миллилитров хорошо сейчас перемешаю так чтобы комочков не было и затем добавлю уже остальную часть посмотрите какое у нас прикольное зеленое тесто получилось и оно такое с пузырьками потому что мы добавили разрыхлитель и вот здесь вот лайфхак если у вас нет разрыхлителя вы можете просто положить в тесто соду и лимонную кислоту или лимонный сок получится то же самое примерно 1 чайная ложка соды и 1 4 чайной ложки разрыхлителя наше тесто готово нам остается добавить в него растительное масло перемешать и пойдем жарить а а а а а Продолжение следует... Друзья, посмотрите, какие красивые у нас получились блинчики, они на самом деле зеленые, и давайте сейчас попробуем как по вкусу, потому что я такие блины готовлю в первый раз. Очень нежное тесто. Если хотите сладкие блины, все-таки сахара нужно положить больше, чем одну столовую ложку. У меня сейчас они получились довольно не сладкие, но мне кажется, что сюда отлично подойдет какая-нибудь начинка, типа творожного сыра и красной рыбы, как я уже говорила, или их можно есть просто так, или даже завернуть в них фарш. То есть для несладких блинчиков, для несладкой начинки, точнее, эти блинчики просто идеально подходят. Ну и смотрятся они очень классно.